Скажите, пожалуйста, акционерам завода вы с какого года были? Ну, с самого начала, с 99-го. С 99-го года. Какой пакет акций был у вас? С 46 акций. С 46 акций? Ну, там же от стажа работа была. Вот какова судьба этого пакета, этих акций? Что с ними произошло? Ну, пришел Бацко с Лензионом и начали, как говорится, листивые дифферамбы. Что вот на нас наезжают, рейдеры там все эти наезжают и могут отобрать в завод. А чтобы этого не произошло, вы нам как бы доверяете, не отдаете, а как бы доверяете нам на хранение. А мы их уже, как говорится, храним и отбиваемся от рейдеров. Вот так вот было. Вначале, это типа как у нас в цеху, такое собрание было, цеха. И они нам такое говорили. Они говорили вам это персонально или как это происходило? Ну, всем. Собрание. Собрание собрали и перед нами такое говорили еще. На хранение берут. Вы не говорите. Хорошо, как события развивались дальше? Вот они вам сказали на собрании, дайте нам на хранение акций. Что происходило потом? Ну, сразу вот этого, конечно, в миг тоже не произошло, потому что это надо было как-то немного и подумать. Говорят, переварить это все. Ну, а потом начался прессинг. Начальник цеха, когда только приходишь на работу, вот, Тамара, я написала заявление, когда напишешь ты. И не только ко мне, а ко всем начали. Ну, кто был в отпуске, конечно, это такое дело, там, кто был в отпуске, на больничном. Он походил на работу и показывал нам уже свое заявление. Это заявление о передаче на хранение? Ну, да. Чтобы будто она уже написала заявление, значит, давайте пишите и вы. И ко всем. Когда ты напишешь? Когда ты напишешь? Ну, я, в принципе, написала уже в самом конце. Потому что как-то, ну, все-таки работаешь в коллективе и общаешься, ну, и каждый день, когда тебе капают на мозги, и когда, когда, ты думаешь, что ты уже отстал. Скажите, пожалуйста, эти акции изначально у вас дома были на руках? Да. Они были на руках. Что потом с ними произошло? А потом пришли эти, ну, как они называются, ну, вот эти, что составляют там заявление, вот это вот, что подписывать надо было о передаче. Ты же не просто так взял и в Мацку передал, голословно. А там составлялась потом бумага, что ты передаешь их на хранение. И уже Мацко от нашего имени, как бы, у себя держит эти акции, он, в принципе, должен был нам дивиденды платить. Но так как еще с самого начала, он сказал, когда кто-то там на учебу попросил денег, он такой неприятно, правда, был и слушать, что, мол, денег не дам. Хотите, зарабатывайте. Ну, он сказал тогда, что дивидендов не будет, хорошо, что я вам плачу 14-ю. Но это если мы работаем, а те, кто были уже пенсионерами, им 14-я уже не было, значит, и дивиденды не сютили. Получается, что он никому ничего не давал, только, типа, как откуплялся, что я вам как отдолжение делаю, даю 14-ю, все. А дивиденды, они, в принципе, должны были распределяться по количеству акций, а не так, что по должности тебе один оклад, а там два, у кого какая должность. Она уже неравноправие была. Хорошо, отдав акции, вы кому их отдали, лично в руки? Ну, там сиделась, типа, комиссия, два или три человека. Взамен вы получили какой-то договор, бумагу о том, что эти акции переданы? А у меня ничего нету, что-то давно ничего нету. То есть вам никто ничего не давал? То есть вы написали заявление, отдали акции и все? Потому что у меня что-то, какой-то договор и нету. Хорошо, где сейчас эти акции? Кто-то вам что-то вообще, официальные письма какие-то приходили, что ваши акции там-то находятся? Никто ничего. Как отдали, так и, кажется, с концернами. Скажите, пожалуйста, вы, как акционер, владеющий этим пакетом акций, 46 акций, за все время сколько получили дивидендов? Как и сами дивиденды, то ни разу. Вот чтобы пришли, сказали, вот тебе дивиденды за акции. Нет, ни разу. И никто так не получал. Хорошо. Вам кто-то из этой комиссии сказал, что вот вы нам дали эти акции и мы готовы их у вас купить. Были такие разговоры о том, чтобы эти акции, за них вам отдать какие-то деньги? Нет, какого-то не было. Потому что они брали на хранение. А раз берешь на хранение, то уже ж никаких вариантов и нет. А потом не предлагали у вас купить эти акции, которые вы отдали на хранение? Ну, потом уже где-то, наверное, в 98-м, то есть в 2008-м году нам как бы выплатили. Что? Эдну сумму. Ну, вот, например, если у меня 46 акций. То они выплатили. Что они выплатили? Ну, получается, если 46 акций, то это 4600. А формулировка была, за что вы получаете эти 4600? Ну, сказали, что как бы они уже, это уже после того, когда и немец уже забрал. То получается уже. Ну, на основании чего вы получили 4600? Был какой-то договор продажи, вот, ведомости, где вы расписывались, или вам просто дали наличные в руки и все? Не, я думаю, что было какая-то, ну, если честно, я уже не помню, что там было. Ну, а предмет, вот за что вы получаете 4600? Было указано? Это уже когда, я так понимаю, когда уже немцу отходил завод, что уже как бы Мацко отдавал свои акции немцам. И он как бы с нами и расчитался. Уже получается, он как у нас их выкупил. Хотя он должен был нам вернуть акции, если уже пошло такое дело, что мы дали им милохранение. И если пошел вопрос о передаче акции немцам, он должен был нам их вернуть, а мы должны были уже решить. Или продаем мы немцу, или оставляем у себя. Но он, получается, без нашего ведома прокрутил все это, нам как бы выплатил. Вот по 100 гривен за акцию. Как это происходило? Вообще-то, ну, как-то, если бы что-то было, я бы запомнила. Я помню, что что-то было, что нам дают деньги за акции. Ну, это уже после того, когда уже перешел, в принципе, немец появился, и все вот это вот. А вот так, чтобы официально, например, меня вызвали и сказали, или ты хочешь забрать акции, или ты хочешь их продать. Этого, по сути, не было. То есть никаких договоров... А ну, как бы оптом все это произошло, оптом. В известно, что нас поставили, что вот мы выплачиваем вам за акции. То есть никаких договоров, документов, подтверждающих, что вы продаете акции Мацко или кому-то иному, вы не подписывали? Нет, вот как сертификат мы отдали, то и больше ничего не было. Потому что, если бы это было официально что-то, вот Альмарского, оно бы шло, во-первых, через болтие. Но это же все не официально шло. Разве официально, значит, никаких документов не было. Скажите, пожалуйста, сколько у вас акций было? 50 акций. 50 акций. Вот какая судьба произошла с этими акциями, и как они из ваших рук ушли? Вот эту историю. С моих рук акции не ушли, я их не сдал. Слухи ходили по заводу, слышал, что по другим цехам, в приказном порядке требуют. В нашем цеху добровольно-принудительного принуждения на сдачу акций не было. Ко мне начальники не обращались такой устойчивой просьбой. Хотя ходили в слухи. То есть в настоящий момент акции у вас на руках? Да, на руках. Вам после выхода, и в тот период, когда вы выходили на пенсию, и по сегодняшний день, кто-то предлагал эти акции выкупить? Предлагали, разом, два и три, уже новая хозяева завода. Австралийцы, фирма Хенкель, от имени фирмы Хенкель предлагали, по-моему, по 100 гривен. Последний раз по 800 гривен. Это столица. Какое-то предприятие построили такие предлагания, прислали письмо, цену, указание 800 гривен, но я не продал. А у вас это письмо сохранилось? Сохранилось. Хобби можно будет получить? Можно. Новому руководству не предлагалось встреча, поговорить о продаже моих личных акций. Но раза два или три я ходил на собрание акционеров, и я понял, что мои акции, в смысле, голос моих акций веса не имеет, потому что уже контрольный пакет имеет эта австрийская фирма Хенкель, и никакими дивидендами от полученной прибыли не собираются делиться, и по решению собрания, то есть количество акций, полученную прибыль, направляют на развитие ядового производства. То есть это было сказано на собрании целей? Это на собрании было сказано. Наш человек 30 было, там пересчитали наш процент акций, это капля в море по сравнению с пакетом акций этой фирмы, и наш голос в роли не играл в распределении полученной прибыли, и куда ее направить. А скажите, пожалуйста, до прихода Хенкеля вы были тоже акционером. Как проводились акционерные собрания, собрания акционеров с тем руководством предприятия, и как распределяли прибыль между акционерами? А прибыль в то время, когда бывшее руководство было завода, прибыль нам не распределяли. Нам выплачивали 13-14 зарплату, и все. А именно как прибыль на единицу акции нам не выплачивали. Каким образом было для вас понятно, что 13-14 зарплата – это какое-то поощрение финансового вас как акционера? Это как-то было на собрании сказано? Нет, это на собрании не было сказано, что это поощрение акционера, потому что нам 13-14 платили и раньше. Так что это было в колдоге, наверное, указано в выплате 13-14. А именно прибыль по акциям нигде такого на собрании и письменного, устного разъяснения не было, что им обязаны нам платить. То есть вы как акционер, не до немцев, не после немцев? И после немцев прибыли на личные акции и не получали. О дополнительной миссии выпуска акции письменно, устно, руководством завода не уведомлялось. А когда это все происходило? Это проходило очень тайно. Я уже узнал, когда все было раскуплено и информации не имел даже, кто и в огромном количестве докупал, раскупал там, кому попало, кому не попало. Ну а директор как-то вам объяснил? Нет, никакого объяснения не было. Есть дополнительная там эмиссия акций или вторая эмиссия, как ее правильно назвать. Я об этом ни письменно, ни устно, меня не уведомляли. Ну хотя бы цель этого мероприятия вам сказали, для чего это было сделано? Якобы со слов я услышал, что вторая эмиссия делается для того, чтобы наши акции не уплыли нас на сторону и более состоятельные люди не купили эти акции и не стали хозяевами завода. Якобы такого сноса в этой второй эмиссии акции. После второй эмиссии акции дополнительной вы извиняли желание докупить какой-то пакет акции себе? Желание было, но и в наличии продажи не было. Предприятие у работников завода нечестно, то есть акциями было отобрано и также тайно скрыто было продано австрийской фирме Хенкель. Я узнал уже, когда уголился, что продажа предприятия произошла, акции предприятия произошла еще в 2007 году, осень, октябрь или где-то осенью продано. И вот я был ошаражен, как это так, предприятие, в смысле акции, якобы собирались на сохранение и вдруг продано или бывшим директором предприятия австрийской фирмы. Я не мог с этим согласиться, как это могло произойти. Дело в том, что я не помню, в каком это месяце было, или в 2007, или в 2008 году приехали австрийцы, собрали нас в картонажном цеху, фильмы крутили, какая-то перспективная фирма, в каких странах они имеют филиалы, какие прибыли. В общем, розовый фильм показали и потом, в конце концов, акции собранные подпольно продали и нас выключили и физически, и материально с предприятия. Я хочу начать с того, когда было самое первое собрание, в 99-м году, когда мы стали акцией, началась дележка этих акций, конечно, я и бухгалтер начала возмущаться. В общем, деление акций прошло неправильно. Люди, которые проработали на заводе по 45 лет, получили по 24 акции, по 26, пенсионеры. Почему? Потому что акции начали делить. Пришли новые руководства, которые проработали по году, по два. Новые руководства – это кто? Ну, это замдиректора. По экономическим вопросам. Романский выявил? Нет, был там еще такой, один берегу. Они пришли, была Раиса Александровна, они свои неурядицы, что-то, короче, начали делить акции от образования. Но если человек проработал 40 лет, он имеет право на 26 акций, а человек, который проработал полтора года, он имеет право на 300 акций. А каким образом? Как это происходит? А вот так они составили схему деления этих акций. От образования, от занимаемой должности, не от того, какой вклад человек в нем, в строительство завода. Ведь там люди были, которые работали еще, ну, из руин завода, поднимали. Вот у нас была Кастера. Она проработала 48 лет на предприятии. У нее 26 акций. Это же абсурд. И это не только она одна, там много людей. Ну, и все, и дальше пошли к ней. Ну, и кому что. А подскажите, пожалуйста, вот новая методика деления акций, она как-то вот была озвучена на собрании акционеров? Никто ничего не озвучивал, никто никому ничего не доказывал, никто ничего не рассказывал. Всем дали списки, сколько стоит акция, естественно, там такая цена, и каждый должен вести столько-то и иметь акции. Ну, и что люди повозмущать, если на этом все. На самом первом собрании директор выступил и сказал, что принимать важные решения, я хочу иметь 50% для одной акции. Ну, с этого момента меня как-то внутреннее чувство предсказывало, что это конец закону. Как? Принимать важные решения. Почему? Да ими акционеры. Принимать важные решения, может быть, надо было на собрании, понимаете, или даже тот закон или еще что-то, а вот принимать единое личное. Вот и началось принимать важные решения. Вот даже, ну, он сам принимался, вот так он и принял решение, собрал люди, и акции продавненцам. Вот и все. Никто ни с кем ничего не советовался. На собрании, это чисто собрания были, так и есть у директора 50% 50%. В собрании были для отписки. Вот и все. Потому что никакого решения, ничего не принималось. ДВД-ки не платили. Понятно, отписки. Значит, в колдоре, в колдоре не было записано, что 13-14 вместо ДВД. То 13-14 платилось всем сотрудникам. Всем. Независимо, человек работал год, 20, 30 или сколько лет. Для этих акций, для этого была создана фирма, которая не имела никакого уставного фонда, не имела никаких денег. Была создана фирма ЗАО-2. И выпущены были акции. И вот он подкупил людей тем, что он за одну заводскую акцию дает им 10 акций этой фирмы ЗАО. Вот 46 акций, а я вам говорю, 460. После собрания, когда провели собрание, что надо сдавать акции. Я подошла к этому же индиону, председателю правления. Я говорю, Валентин Йосифович, что это вообще за спутка? Извините, на собрании люди должны сдавать акции. Почему я должна доверить свой кошелек кому-то? Я что, тебе не верю? Ну, что ты начинаешь? Здесь демологию. Почему я начинаю демологию? Я говорю, ну, сколько можно дурить людей? Ну, честно, скажи, вам нужны акции для чего? Для перебродажи? Это понятно. Ну, в общем, оценил. Ну, если ты считай, я говорю, да, я считаю, что я надежно хранилище для своего кошелька. Акции я сдавать не буду. Вот. Так я их не сдала. И, естественно, как Новый Главный Богод рассказала, Ольга Ивановна, вы на особом положении. Ну, я говорю, ну, и хорошо, два года на пенсии, как-нибудь. Ну, и чем это особое положение закончилось? Особое положение переселили меня в другую комнату, на четвертый этаж. Вядом со мной не хочу назвать фамилию человека. То есть, знаете, как есть фильмы «Злой и не дремлющий лук». Вот этот человек все мои движения. Сколько я раз в туалет, сколько чай попила, все носила докладом. Я как-нибудь проработала. Когда я пошла в пенсионный фонд, заявили, что я уже не работающий пенсионер, так инспектор говорит, почему вы не доработали 8 месяцев. Пенсия бы увеличилась, вы знаете, если можно было работать, я бы доработала. Но я просто не могу там работать. Вот и все. Куча болячек приобретено и все на свете. И просто, понимаете, все можно надержать только одним уменьшением. Просто я не три года, не сколько. Сейчас буду летать 35 лет. Я хочу вам сказать даже, я думала, что я уйду на пенсию, мне будет какая-то ностальгия призовут. Ну, вся молодость. Я пришла 21 года, ушла оттуда 56. А я сейчас еду на машине с дочкой мимо завода, у меня даже ничего не дрогнет. Понимаете, вот какие люди. Вот у нас еще был золотой человек, она мало работала. Но вот бывают, что люди, бухгалтера, от Бога. Вот у нас была любовь Василина Иерашенко. Она, конечно, принесла очень тяжелую операцию. Это человека надо было беречь, как зимит зуоков. Понимаете, это был хороший тыл для Москвы. И когда она написала, вот я 35 лет проработаю, она писала заявление на увольнение. Он никого, никогда, даже не спросил, почему вы уходите. Почему? Вот и этого человека, он даже не спросил, почему она уходит. Хоть он знал, что она хороший специалист, вот первоклассный. Вот в настоящий момент мало таких. Тем более, человек был одинокий. Понимаете, вот просто сидеть в четырех стенах, это для нее был ужас. Но она ушла, потому что больше работать. Она ушла, я ушла 15 февраля, она ушла в мае, в июне она умерла. Потому что она не конфликтная. Вот все в себе. Вот как человек все в себе, так и болезнь ее сиял. Вот и все. А неугодная, потому что я вела основные средства, ремонт и вот эти все капиталы. Я работала, я работала с имуществом, потому что у нас 50% оборудования, даже не умой. А остальные, которые мы за время аренды приобрели свое, вот выпущенные акции, мы стали как бы акционером. Арендное предприятие, потом акционер, ну и ремонт. У нас была своя строительная группа, естественно, своими силами все ремонты проводятся дешевле. И краска, и стройматериалы, и все. Ну, когда Романский пришел к власти, Морской продал, они нашли себе фирмы, это модно на сегодняшний день. И вот они начали со стороны приглашать строительную фирму, естественно, столько лет проработали, я знала стоимость ремонта, вот покрасить стены или еще что-то. Вот. Ну, прием с процентовки на 125 тысяч за год покрасить. Я говорю, вы что, вообще с ума сошли? Я говорю, денег на пенсионера? Нет. Или какую-то помощь, или на лечение кому-то. Как в Москву, один человек обращался, чтобы помогло, помогло сделать операцию дочке на глазах, а он сказал, ваши дети, вот вы и лечите. Понимаете, этот человек бессердечный, хотя, не говоря ни о чем, у него даже своих троих детей. Даже, мне кажется, он жестокий, он бы задумался о судьбе своих детей, и внуков, и в будущих. Ведь нельзя людей наказывать, все наказуемо. Выходи, заканчивается. Когда на первом собрании, когда делились акции, когда так хорошо в Москве выступали, я говорила, что акции это будущее ваших детей. Я бы хотела просто посмотреть в мои глаза и спросить, где же будущее наших детей после того, когда ты продал? Вот где будущее наших детей? Ведь ты продал. И когда он на собрании сказал рейдер, так я говорю, рейдер, это первый рейдер-директор. Если рядом завод Витаминка, и там действительно рейдерский захват, мы просто соседи, так там директор по договору действительно взял у людей, у людей акции на хранение. Договор, хранение с каждым человеком, а здесь не договор хранения, это люди просто не читали. Не заключили договор купли-продажи. Вот так вот. Ну я так думаю. Ну, как говорят некоторые, и я так понимаю, это большинство, они вообще ничего не заключали. Они отдали, правильно? И забывали. Нет, ну там сидели, она же говорит, что сидели юристы, комиссия там действительно заключали, он же не мог и так далее. Вот договора. Ну там, наверное, текст был совершенно другой. Но копий ни у кого из акционеров не останутся? Нет, наверное, никто никому ничего не дал. Вот, будущее канул без. Вы кем работали на Киевском заводе Шипанский Вин? В последнее время почти 12 лет я работал замдиректора по финансо-экономическим вопросам. А стаж общий трудовой с какого года? 35 лет. А с 95-го года по 2008-м. Скажите, пожалуйста, в каком году Вы стали акционером завода и какой пакет акций в каком количестве у Вас был на руках? И как это произошло? Вы знаете, даже не пытался запоминать. В 99-м году в 99-м году стал акционером, принимал участие в разработке принимал, это так называется, принимал в разработке методики начисления и определения процентов акций, для всех сотрудников. Потом немножко подвинули меня, другие занялись разработкой и закончили. И так и утвердили ту методику начисления или определения количества акций. То есть была методика получения акционерами дивиденд? Конечно, учитель была стаж работы, должность, заработная плата. Согласно Вашей методике акционеры должны были получать дивиденды по акциям? Ну, конечно. А потом общее собрание принимало решение о пополнении оборотных средств вместо начисления на... Но мы выплачивали и 13-ю, и 14-ю зарплату. А это было в каком-то коллективном договоре акционерами? Это, конечно, был коллективный договор. То есть это было указано, что 13-е, 14-е зарплату вместо дивидендов? Нет. Нет такого. То есть Вы как акционер, Вы с 99-го года по год увольнения в каком году Вы? В 2008-м я ушел. В 2008-м. За этот период Вы как акционер сколько получили дивидендов по своим акциям? Не копейки. Были премии к дню пищевика. Женщин поздравляли к дню 8-го марта тоже. Выдавали там по 100-150 гривен. Такие подарки были. И к 23-му ветераны войны и Афганистан поздравляли с такими небольшими премиями. Вот это все. Скажите, пожалуйста, какой пакет акций был у Вас на руках, который Вы приобрели? 150. 150 раз. Какова их судьба? Что с ними произошло? Они через пару лет стали 75-ю. И из-за чего? Из-за второй эмиссии акций. когда уже было все сделано, то есть поработали с фирмой, которая занимается акциями. Ну, мы не имеем права, мы лицензии не имеем, а вот фирма, которая занимается акциями. Сделали вторую эмиссию. прошли по заводу, собрание провели, но собрание было такое уже постфактуме, то есть уже случилось, но чисто формально надо было где-то птичку поставить. Потом прошлись по заводу некоторые люди, я не буду их называть, потому что глядывая на них, они тоже обиженные, тоже сумели наклониться и предупредили, что не покупайте в своем доме акции, я вот так ты же помижу, если я не куплю, эмиссия пошла у нас на уровне предыдущей суммы, ну, то есть предыдущего количества акций, и я не возьму, то я стану по процентам общему количеству меньше в два раза. Ну, и все. я не купил. Вы как замдиректора, вы тот человек, который занимался этой методикой, вы пытались получить объяснение руководству, председателя правления акционированного общества? Вот как раз председатель правления тогда и сказал, что не трогайте, Москов хочет купить их. Вместо того, чтобы получить 300 долларов за акцию, мы получили по 100 рублей. Скажите, а почему такая стоимость была 300 долларов? Потому что до этого ничего делать, я сам замдиректора по финансам. Я знаю, что такое остатки по складам, я знаю, что такое однородные, основные средства, которые принадлежат акционерному обществу. и когда это все разделил на количество акций, я понял, что это 300 долларов. Тут считать нечего, тут работа 15 минут, 20. То есть какой-то оценочный акт, я так понимаю, был, да? Что стоимость была 300 долларов? Был. Был. Это касалось ЗАО-2 или ЗАО-1? ЗАО-1. А какую роль вы, человек, были в этом более осведомлены? Какую роль в этой всей процедуре играла ЗАО-2? Когда прошел слух о том, что слух прошел, это так было, что будет открытие закрытых акционерных алкогольных производств, потому что есть список, который запрещающий приватизацию делать открытые акционерные общества, алкогольных и ликоро-водочных заводов. Есть такой. И прошел слушание, подготовили исходя из определенных источников, что подготовили документ проекте закона об изменении этого списка и туда включат алкогольные предприятия, которые и мы есть в этом списке, что будем приватизироваться. А согласно законодательства акционеры и арендаторы, они имеют первоначальное преимущество при приватизации. И потому и создали, что будет преимущество коллектива и второе завод, называющий, наверное, до сих пор статус управления есть киевский завод шампанских и столичный, а есть столичный завод шампанских вин, город Киев. И когда вшли отчеты в статус управления, они звонили нам и спрашивали, не понимаю, что это вы без прибылях, вы работаете. Я говорю, да вы путаете названия. Я пришел, девочки, ну запишите большими столичный завод шампанских вин и киевский завод шампанских вин, КЗШВ и столичный, организации. Ну они там поняли. Короче, поговорили и они поняли. Все нормально. А это столичный завод ЗАО-2, как мы его называли, столичный завод шампанских вин, его придумывали, изобретали и создавали для того, чтобы участвовал в конкурсе по приватизации в открытии закрытого акционирования. Кто лично был автором этой идеи по поводу создания ЗАО-2? Москва Александр Петрович. Потом на сегодняшний день главный бухгалтер, который был на тот период, она задала вопрос, Александр Петрович, наше предприятие на сегодняшний день стоит в пределах 60 миллионов или 70 миллионов гривен. Для того, чтобы ЗАО-2 участвовало в приватизации, надо иметь активы, которые можно вложить в акции. Как можно сегодня прошел слух, мы создаем этот ЗАО-2, не имея при этом капитала. Александр Петрович ответил, что мы сумеем накопить денег через продажу, перепродажу, активную финансовую работу на рынке ценных бумаг. Вот такое что-то наговорил, я не понял. А вы присутствовали при этом? У нас такой был навал, что нас всех руководителей почти каждый день собирали и рассказывали о том, как надо приватизировать, как нам надо в этом участвовать и как быстренько сдавать свои акции в ЗАО-2, чтобы закупить количество акций в ЗАО-2. Когда создавалась ЗАО-2, мы получили ну просто ровно шеф сделал так. Себе он взял 70% 70% 20% он, кажется, отдал. Не, не так. 80% себе шеф оставил в ЗАО-2, а 20% председатель управления ЗАО-1 Киевского завода шампанских и 10% начальнику финансового отдела Киевского завода шампанских ЗАО-1. По 10% им дал. И там он им должностям устроил такие, что он типа стал председателем управления ЗАО-2, а она начальником или как председателем ревизионной комиссии в ЗАО-2. Тут начальник финансов, там она председателем ревизионной и по 10% я говорю, да. На собрании, ты присутствовал на этом собрании? На собрании, которых собрал опять же шеф, начали слухи, пошли по ЗАО-2, шеф собрал в кабинете у линзиона. Я задал вопрос, Александр вопрос, я не понимаю. Все мы типа работаем на один котел, котел хотим заработать денег и каждый ясно, что работает для прибыли, для получения прибыли и собственного вознаграждения. На сегодняшний день мы имеем там типа 0,1% вот все руководители. Главный инженер, зам директора по экономике, главный бухгалтер там сидит, это сам. Объясните, для чего мы? Вот вы имеете 80% ЗАО-2 приватизирует открытое акционерное общество, как оно может, я не знаю, где вы там достанете денег, но, например, вы нашли эти 50 миллионов, купили вы эти акции Киевского завода шампанских видов. Хоть там много нюансов есть и в законодательстве, что, куда, как, не больше 10% мы знаем, что открытое акционерное общество в одни руки дают не больше 10%, 5% коллектив получает дополнительно, администрация, руководство это самое, и по 10% там 4, 5, 10, 9 там акций. Как можно в одни, взять больше. Это мы будем решать. Хорошо, вы будете решать. А мы как будем? Он вышел. На следующий день ко мне подходит линзион. Он был, говорит, там 20 человек. Он с обидой на меня пришел ко мне. У нас соседние кабинеты, я зам по экономике, а он председатель правления закрытого акционерного общества Киевский завод шампанских. Пришел ко мне, ты достиг успеха, и шеф сказал, всем нашим, с Надеждой Николаевной, проценты поделить, по одному проценту на каждого. А успеха в чем достигли? что шеф пошел и дал каждому по проценту от завода. О, я, ты знаешь, я всю жизнь пахал, для того, чтобы я пришел сюда на завод, когда шефу было плохо. Какой пропорции акции меняли с завода и с завода? 325 делим на 25 копеек и получал это самое. Из 325 разделим на 25 копеек было очень то есть на одну акцию за О1 вы получили 10 акций за О2. Да. И акций завода киевского столичного у вас на руках не оказалось больше? Нет. Гениально. Че ты, ну че, гениально. Столичного, нет, киевского завода шампанских и столичного не оказалось. Все, я отдал за те акции. Все нормально. И так все остальные? И так все остальные. Ох. Ну че, нормально. Хорошо, когда тебе говорят или ты уволишься или ты будешь работать, а если ты не пойдешь в зал 2, будучи руководителем, одним из первых заместителей директора, вам лично кто говорил о том, что если он всем говорил на совещание? Лично мы с ним не имели и не говорю об этом. Я когда-то с ним попытался поспорить не по этому поводу, это же работа жизнь. Я начинал ему объяснять, чем больше ты будешь говорить, тем больше я тебе буду не доверять. Я, понимаете, я был удивлен тем, что они взялись или с каким-то умыслом, я не знаю этого умысла, потому что я с ними не беседовал и со мной никто не беседовал. И с каким-то умыслом получить, побыть 2-3 года или 4-5 лет, побыть тут загубить предприятие потихоньку. Уже сегодня склады забиты сегодня немецкой водкой, вином, игристыми какими-то. И они пытаются эту дорогизну выдохнуть. А киевский завод шампанский потихоньку уходит. Потом это все мне кажется. Если бы я был немцем, у меня дофени были русские и украинцы, у меня есть цель получить и на Подоле продать землю. В 99-м году образовалась завод Казашевой столичной. То есть были составлены списки всех работающих, акции, распределялись по какой-то методике. Там учитывалась должность, образование, старш работы на предприятии. По-моему, насчет зарплаты не знаю. По-моему, еще зарплата. В результате этого распределения все еще вносили акции не просто получали, а покупали. мы все сдавали деньги, то есть за свои акции покупали их по 2,50, 2,50 гривны. Но потом до где-то 2001 года все было спокойно. Значит, в начале 2003 я перешел в отдел внешне экономической деятельности. Таможенный отдел. До предприятия был связан с таможеном. И вот там была какая-то ситуация, что заболела начальница, ушли, уволились от брокера. кто хотя бы что-то с таможеном кинули в этот отдел. С этого дня я появился на внешне экономической деятельности предприятия. В 2003 году где-то под осень к нам отъявился наш начальник отдела внешне экономической деятельности Кухарчук Ирина Ивановна и заявила, что мы должны свои акции первичные из-за Казахстана и столичные поменять на акции вновь создаваемого закрытого акционерного общества столичных за ум шампанских при том это как бы в обязательном порядке. Все сдают значит кто не сдаст тот будет уволен то есть или вывел из-за предприятия. У нас тогда было в отделе три акционера включая ее значит она или Мешко Сергей Борисович они написали заявление я как-то проконсультировался с родителями с сестрой там с родственниками юристы сказали не торопись не надо это все делать пусть останутся первичными то есть я сопротивлялся я не сдал эти акции она принесла сразу в кабинет пакет документов там было заявление о передаче акций зад КЗШВ столичных первичных в нов создаваемое зад столичный завод шампанских пустой бланк ну там заполняешь фамилию имя отчество и внизу написано что ты передаешь акции меняешь акции задерживая столичные по 1 к 10 на акции столичные шампанских на этой заяве с обратной стороны стоял штамп мы разжигал из его регистрационного центра тоже не заполненный все это чисто ну там я понял еще нотариум должен был как-то это все потом регистрировать стояла какая-то анкета ну у меня остались эти документы суть в том что нам их раздали я их не подписал они остались у меня то есть на меня было там давление почти каждый день сдавайте сдавайте кто не сдаст пойдет за ворота будете уволены это слова директора то есть давление оказывалось но у меня как бы тоже родственники юристы как бы меня проконсультировали на тот момент у меня жена была в декрете по угоду за ребенком как бы я являлся единственным правительством в семье то есть уволить меня с предприятия могли ну или за пьянку или за какую-то там в статье в статье да то есть просто так уволить сложно важновато поэтому мне тоже посоветовали держись ничего не нарушай не пей не опаздывай хоть и раньше не смогут ну в принципе оно так и получилось давили они где-то до конца года 2003 потом это как бы само собой все улеглось следующий момент по акциям уже да то есть на все собрания акционерные в принципе я ходил по второй миссии никакого собрания в принципе не было я не пропустил ни одного собрания везде повестка дня была обычная там распределение ну финансовый отчет утверждение финансового отчета как всегда стоял вопрос распределения прибыли и как всегда директор единодушно предлагал оставить всю прибыль на развитие предприятия и не выплачивать никаких дивидендов это из собрания в собрание из собрания в собрание люди постоянно поднимали вопрос о какой-то выплате дивидендов ни копейки никогда не было проголосова правда было какое-то вот собрание на которое я не попал это по-моему был 2006 год пришло официальное уведомление о собрании акционеров но там был указан адрес Сочи или Ялта короче Крым где-то там и притом это был или июль или август месяц самая пора что собрание акционеров киевского завода шампанских вин пройдет там-то там-то за авадин за авадин да ну естественно то есть мы так акционеры между собой ну тоже у кого есть деньги поехать в июле в Ялту на собрание этим 2-3 дня не знаю было ли это собрание что на нем было и кто-то вообще был знаю что кто-то из руководства завода ездил потому что они собрали микроавтобус и там 5-10 человек буквально с завода кто-то туда ездил но какие там принимали совершения шел это я сказать не могу значит потом уже вот в конце 2007 года нам как бы уже объявили притом неофициально это все так на заводе в районе слухов один другому передавал что наш завод купили немцы компания то же самое собрание перед этим никаких никаких уведомлений о продаже акции ничего официально не было никаких учителей и в две уже в начале 2008 года на заводе появились так сказать представители компании значит ну до их появления так сказать завод очень хорошо был представлен на немецком рынке алкогольной продукции то есть завод имел довольно хорошую схему экспортной поставки нашего украинского шампанского но я не знаю шампанское 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 шло в Германию шампанское мы отправили в Эстонию были такие разовые мелкие поставки даже в Перу отправляли в Монголию отправляли контейнерами ну в Англию отправляли тоже такие были как бы предновогодние поставки там одна две машины или сборный груз какой-то для наших эмигрантов туда брал значит ну до 2008 года в основном в нашем куда мы поставляли экспорт это была Германия то есть менее 600 800 тысяч вот мы не поставляли было что и больше то есть до миллиона бутылок до миллиона бутылок потом и при том не знаю можно ли об этом конечно говорить но мы немцы просто перебивали цену у нас настолько была грамотно сделана вот именно придумана схема поставки в Германию экспорта что немцы просто не могли конкурировать по цене даже вот общаясь с водителями которые возили экспорт на Германию они в магазинах видели наше шампанское оно где-то в 2-2,5 раза было дешевле любого шампанское вообще которое там ставило инвестиции на завод мы не видели ни копейки ну в частности оборудование оборудование всем оборудованием занимался я практически и вот Лемешко Сергей Борисович то есть были два брокера только которые тянули в отделе именно вот эти сложные поставки оборудование из Германии зашло на завод? зашло что это за завод? ну давайте сразу начнем как бы до оборудования закончим с экспорта немцы заключают контракт на поставку этого же украинского СЭК-2 Крым шампанского только уже ну фирма Хенкель его покупает мы отправляем туда около 8 машин 6-8 машин буквально через месяц приходит рекламация от этой же Хенкель что якобы поставленное шампанское у них забракованное причина значит что пробка из бутылки открывается с недолжным ну то есть более сильное усиленное для извлечения пробки из бутылки то есть более такой придумать они по качеству вина ничего не могли потому что у нас всегда к изготовлению экспорта относились очень ответственно то есть вино выстаивалось проходило полностью цикл обработки фильтрации то есть даже после розлива ставилось на складе определенное количество времени чтобы бракованные бутылки там постреляли взрывались экспорт шел отлично то есть ну вот была вот такая сразу же рекламация то есть они сразу нас предупредили что это будет возврат в 2008 году первое что сделали немцы это была рекламация и возврат вот этого шампанска и нам вернули 4 фуры по количеству не помню около 4 фур шампанска это мы делали реэкспорт то есть там большие проблемы с этим то есть никто никогда не занимался возвратом из Европы продукции то есть большая ровная боль потом сразу немцы начали как говорите поставлять оболгавы значит первые поставки были сейчас у меня там есть в принципе если можно посмотреть по датам или эту даты не принципиально первая поставка была бушного оборудования значит это я и первый занимался то есть это была машина колпачковый автомат 85-го года выпуска и омыватель ополаскиватель который моет бутылку 94-го года значит контракт был прямой с фирмой Хенкельс поставка была с их завода находящегося в Германии стоимость оборудования то есть насколько я сейчас понимаю это мое честное мнение что они дали цену они не уверены были сможем растаможить оборудование здесь или нет то есть чтобы его и не завышать если его конфискуют чтобы умерять одна машина две с половиной тысячи евро была оценена вторая ополаскиватель полторы тысячи евро значит ну скорее всего это была поставка для чтобы мы разработали здесь схему то есть научились принимать вот этот хлоп дальше тяжело было ну в принципе за месяц-полтора мы решили эту проблему вышли так сказать нашли путь как можно законными методами растамаживать с Европы вот такого вида оборудования тоже рассказывать я в принципе про эту схему не буду но она это получилось мы в принципе эту машину разгрузили значит вид конечно страшный вы сами понимаете машина холста в масле со всеми конвейерами погружена в фуру запчасти в ведрах в ящиках в коробках гайки болты значит потом уже они кинули правда еще одну машину новую сразу после поставки вот этого глушного оборудования к нам пришла машина установка винокаменной стабилизации фирмы Юклас итальянская тоже была очень странная история с этой машиной когда мы готовили ее для растаможки единственная документация по этой машине попала к нам на чешском языке ну или для чехов они делали что-то такое то есть единственное мы начали обычно когда получаешь оборудование то в интернете можно найти по новым установкам какие-то данные производительность мощность по этой машине вообще ничего мы не смогли найти в интернете нам предоставили техническое описание только я понял машина которая в Чехии построилась фактурная стоимость машины была 240 тысяч евро это фактурная без пошлины без налогов то есть обошлась она на многое грубо бог с ним что дальше какие дальше категории инвестиций в виде оборудования категории инвестиций пошли почти те же самые пошло оборудование уже чуть ли не через 2-3 месяца уже была схема наработанная по принятию бушного оборудования шло от них я знаю лемешка Сергей распотомаживал конвейера там даже даты выпуска ну срока нету даты выпуска притом очень интересная была сама вот сами эти конвейера как бы мы купили тоже с завода Хенкеля там они как бы их взяли какую-то сумму за подготовку этих конвейеров эксплуатации сколько я помню что они до этого были негодные эксплуатации значит после этого сюда пришли эти конвейера и нам еще заявляют доносят еще один контракт дополнительный что здесь эти конвейера будут монтировать именно немецкая бригада слесарей для этого они сюда везут свое же свои инструменты оборудование там сварочные аппараты ключи все это надо завести сюда на временный ВОЗ они здесь с этим поработают и потом это все надо будет отправить туда же в Бенуар завезли эти конвейера завезли это оборудование приехала эта бригада естественно их расселили здесь кормили возили на работу все это они тут заматировали и отправили их обратно зачем это было сделано непонятно хотя на заводе свой мерц слесармиц слесаря их довольно грамотных и профессиональных очень много наши как бы сидели непределно а скажите пожалуйста вот за все время на какую сумму заявочную сумму фактурную как вы говорите было поставлено этого оборудования приблизительно ну вот приблизительно около 2 миллионов евро около 2 миллионов евро кто эти деньги платил это платил завод из своей прибыли при том в 2008 году насколько я знаю заводу навязала фирма Хенкель валютный кредит который прошел по-моему через банк по-моему через форуму или форум или киевский русский ну был навязан этот кредит как бы под как нам сказали под маленькие проценты но гарантию Хенкеля под их не отчестного в принципе из этих денег вот эти и были все расчеты то есть получается ни копейки сам Хенкель инвестиции ни копейки были прямые контракты то есть и по декларациям это проходило как контракт купли-продажи когда есть инвестиции тогда вы знаете заполняются определенные графы что это проходит то есть все оборудование заходило по купле-продаже 21 характер сделки купля-продаж за валюту